Ну, стыдоба. Тебе сколько лет-то? Ну, под фраку. У меня теперь нет настроения работать в кадре после такого. У меня нет настроения работать. Дело не в кадре. Всем привет, это программа «Двойное дно». Ее ведущие Владимир Капустинский и Павел Дмитриев. Вы на нас подписывайтесь, ставьте нам лайки, вас все больше и больше нас мотят, мы рады. Комментарии пишите. Уже почти 500 человек там осталось, каких-то 14 подписчиков. Всего лишь, да, и будет 500 подписчиков, и наш оператор-гуру будет рад. Вот, так что давайте, подписывайтесь. Да, и в телеграммчик нам в бот не забывайте присылать всякие видюшки. Фотографии, какие-то сообщения мы будем, да, тоже их публиковать, если это все интересно. Мы в Латвии, а тут в Эстонии, недалеко, задержали тоже псковича, который вез из Эстонии квадрокоптеры для российских военных, которые в Украине воюют. Ну вот, казалось, ну вот и все. Такая вот новость, как говорится, что, зачем, куда, почему какой-то чувак из Пскова вез квадрокоптеры. Почему к нему придрались, то есть, как это вообще выглядело, что там, лакомазка, этих квадрокоптеров? Ну, он, я не знаю, он ли конкретно собирал эти деньги, но в соцсетях, ВКонтакте, в этих группах там десантников, там всяких военных, там уже давно, еще только началась война, когда стало понятно, что этот марш за три дня не получится, выяснилось, что нужно, оказывается, военным там бронежилеты, квадрокоптеры, как-то послали их туда, судя по всему, полураздетых. Да, да, так а там в Дагестанце была недавно новость, что не хотят служить, потому что там некоторые приехали, получили обморожение, потому что у них просто не было нормальной экипировки. Да, и поэтому там стали собирать деньги, и сейчас кучишь новостей, уже, допустим, силовики, очень многие там собирают, ну, как это сказать, добровольно-принудительном порядке, там что-то по 500 рублей зарплатили. Я видел там, что там старшие офицеры по 10 тысяч должны скидываться раз в месяц. Деньги давайте бумажные. И на это все закупают всякое разное там обмундирование, при том, что сколько, я извиняюсь, вломили в этот, по 30% бюджета уходило, российского всего бюджета уходило на ВПК, да, на вот этот военно-промышленный комплекс, и в итоге выясняется, что нету у российской армии, нету там какого-то, то, что просто, чтобы ноги не обморозить, этого нету, как оказалось. Да, и куда квадрокоптеров не было. Вот. Кстати, по поводу мужика, помнишь, с тобой рассуждали, что этот парень-то плыл с Эстонии в Эстонию, да, его запеленговали. Может быть, в этом случае тоже многоходовочка, он просто взял и решил выбросить Европу, так что теперь на 5 лет может присесть. Великолепный план Уолтера. Слушай, на самом деле, насчет многоходовочки, нахватило его тума ему, учитывая, что в соцсетях писали, и понятное дело, что в Эстонии все страны Балтии против войны. И, естественно, ему хватило ума самому поехать за этими квадрокоптерами. Что это за, ну, о чем он думал-то? Ну, может, он, знаешь, в плаще этого, квадрокоптеры не нужны, может быть, он думал, что это незаметно все сделает. Но нет, его вели, видимо, и... Пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло. 5 лет грозит парня. Ну, кстати, я думаю, на самом деле, что его надо бы отпустить, квадрокоптеры оставить в Эстонии, а человека все-таки как-то вернуть. Потому что, ну, знаешь, не боевые дроны, как в этом, человек и пауки вез, которые с помощью очков можно всех там убивать. Ну, все-таки не... да, беспилотник по частям перевозил. Нет, он вез квадрокоптеры, которые, в том числе, их же запускают. Я так понимаю, зачем им нужны, их запускают, чтобы отследить, посмотреть сверху, где какие-нибудь солдаты, и потом туда ракета прилетит. То есть, в принципе, эти квадрокоптеры, чтобы убивать людей, нужны. Ну, да, но... ух, сейчас тобой полемик. Также можно сказать, что эти квадрокоптеры, ну, да, их собирали под войну, но чисто теоретически, ведь, а их можно использовать и в расследованиях Навального, чтобы они там летали. Ну, я так понимаю, что будет же какое-то расследование, если ему грозит 5 лет, то есть будет суд. Да, плюс. Значит, он сможет какие-то доказательства, может быть, он заявит, что он там действительно вез, чтобы на даче Медведева летать. И пускай докажет прокуратура Эстонская обратно. Это же суд, ну, будет разбираться в этом. Не просто сейчас его поймали и поставить на 5 лет. Понятно, конечно. Вот, но, в моем понимании, квадрокоптеры там, мужика обратно, дурилку этого, и не создавать каких-то еще... Он может наградить его, это я не хочу, вот-вот, и вплавить через это обратно. Может, ему понравится ему в Эстонском СИЗО. Кстати говоря, у нас же есть, ну, не то что знакомый, мы знаем, есть же Миша Петров, да, который тренер-то. Он же тоже, когда сбежал из России, он же попал в этот, ну, как это СИЗО называется, тоже Эстонское. Его там и допрашивали всякие, наверное, спецслужбы Эстонские. Он, по-моему, сколько-то дурать сидел в тюрьме Эстонская, а сейчас в Португалии или где он? Ну, в общем, может, хочется сказать по этим уже самым рекламам. Для псковичей это уже протопанная дорожка, да. И неожиданно о теннисе. Мы тут часто пиарим какие-то другие видео, которые выходили на неделю, когда выходит «Двойное дно», и интересные какие-то видео. И вот блогер Витя Кравченко, или «Витюша», как его Дарья Касаткина назвала в этом видео, он снял выпуск из Барселоны про топовых российских теннисистов. Про Андрея Рублева и про Дарью Касаткина. Дарья Касаткина вообще лучшая теннисистка России и 12 ракетки мира, а Рублев входит в топ-10, но не лучший, лучший Медведев. И вот Дарья Касаткина сделала камин-аут в этом видео. Ну, что называется, как писали в комментариях на Sports.ru и на таких вот в теннисном разделе, там как бы давно знали, подозревали, но теперь она официально сделала камин-аут. Признала, что у нее есть девушка и, в общем, поговорила с Витей Кравченко об этом. А это все ведь ложится в канулу того, что у нас в Госдуме, по-моему, в сентябре будут рассматривать законопроектик о том, что у нас теперь пропаганда ЛГБТ запрещена будет не только среди несовершеннолетних, но и вообще ее как бы нельзя будет насаждать всем, и взрослым, и детям. Притом, что такое пропаганда ЛГБТ? Это вот каким? Вот, допустим, Касаткина сказала, что она, что у нее есть девушка. Да, я думаю, это будет попадать под пропаганду. Если не плохо, если ты сказал мне, что это не грязь, не стыд, все эти американские, если что-то в другой какой-то коннотации, это пропаганда. Как говорил Сергей Орлов, комик, что пропаганда, это когда к тебе приходят домой какие-нибудь яговисты, и человек говорит, что приходит к тебе, если мужик придет домой, позвонит в квартиру и скажет, не хотите поговорить о моей жопе? Вот это пропаганда. А все остальное, это не пропаганда. Ну вот, понятно, у нас в России парни за руки на улицах не держатся. А вот девочки, они, даже не будучи лесбиянками, они с двух-две подруги могут за руки держаться. Это уже по-любому будет какая-то пропаганда. У меня, прости, было, я люблю волосы красить, у меня в какой-то момент было три цвета волос на голове. И ко мне даже... Кстати, к этому выпуску ты мог бы и покраситься. Ну, я не знал, что у нас Косаткина сделает камин-аут. Так вот, и мне знакомый говорил, ты решил стать радугой? Ну, так, ссыпался надо мной. Вот, и я уверен, что с такой прической по улицам псковским было бы трудно ходить. Ну, иди сюда. Ну, и, кстати говоря, в этом пропаганда ЛГБТ, которую хотят запретить, там же входит в эту ЛГБТ и пропаганда child-free. То есть, в принципе, даже если люди живут, муж и жена, но у них нет детей, то, в принципе, скорее всего, они сядут. Вот так у нас скоро будет в России. Они строят совок. Многие представители элит в России. Представление о совке, конечно, прекрасным. Вот, совке, значит, было это статья за мужеложество. А у нас вот эти все законопроектики подгоняются. У нас же есть это как там суверенная демократия, теперь будет суверенная сексуальность, то есть управляемая сексуальность. Только вот если вы лезете геем, да, там лесбиянкам... Погоди, погоди, аккуратней, лезете геем. Да, если вы лезете геем лесбиянкам, то, например, будьте последовательны. У нас в России, например, многоженство запрещено. А в то же время у многих регионов, где у нас там подавляющее, ну, или достаточное число и жителей... Ну, мусульманские регионы. Да, ислама там, да. Вот. Там, например, что-то с многоженством как-то обычно все дело обстоит. Ничего, никто с этим не разбирается. Только к этим, к исламске, вот эти вот устои вы не полезете. А геем лесбиянкам, которые так, как приведение их на улице, это не видно. Ты вот в Обскове ходишь, они по-любому есть, но люди настолько шухарятся. Они этого не проявляют. Им это так за это прилетит. Я с крашеным волосами на улице шел, будучи натуралом, извините, даже что кто-то не верит, это так. А все уже. Ко мне просто подошел к этому чувак и замахнулся у меня на остановке. Просто у меня были крашеные волосы. Просто шел на встречу и замахнулся. А человек говорит про людей, которые действительно там любят пол того же, что и они. У них этих дискомфортов и всяких препятствий жизни намного больше. Ну, как сказала Косаткина в этом интервью, что типа вот говорят, что типа выбор, выбирать, можно так, можно так. Она говорит, кто в России, если будет выбор, выберет быть геем. Она сказала, что нет ничего проще, чем быть натуралом в России. Биатлонист, уже бывший биатлонист, тренер Александр Тихонов, когда ему своего спросили про Косаткина, он сказал, что он отрицательный. Она, естественно, относится к нейтратиционным отношениям. Он сказал, что Дарья симпатичная и интересная девушка. Но это ее личное дело выкладывать такие вещи. Кому она теперь из мужиков нужна? Спросил Тихонов. Конечно, Даша не подумала. Не подумала, да. Совершенно не подумала. Вот. Ну, и Тихонов просто вам не понимает, о чем будет речь. Но запретят. Запретить. Тогда послушай, у нас эти война, пандемия, не знаю, что угодно, недовольные россияне выходят на улицу. Все равно надо где-то геев прописнуть. Что тут с ними надо все равно всегда сделать? Ну, у меня есть ощущение, что они как-то начнут понимать, что война в Украине как-то не складывается. И нужно какую-то перепеть повестку. Да, как бы с коронавирусом сейчас трудно, коронавирусом обратно перебить. Ну, вот, пожалуйста, запретить ЛГБТ, что-то такое. Будут там всякие ток-шоу. Фриковые потери кубы. Будет все нормально. А флаг радужный. Давай, ладно. Да, учитывая тему сегодня закончить. Это Софья Тартакова с Матч ТВ волей. Ну, как-то волей, так и отстранили. Она выступила в поддержку Касаткина и сказала, что, ребят, ну, что это за грязь там в программе своей системы устроили. Ну, да, она выступила даже в поддержку Касаткина, но она выступила именно против того, что в этом шоу их там грязью поливали целый час. Она сказала, что теперь у Матч ТВ ни один российский теннисист не будет общаться с Матч ТВ, а она как бы теннисная обозревательная говорит. Я выстраивала эти отношения, у нас все время был какой-то эксклюзив, а тут вы эту грязь их поливаете, и что теперь? Ну, да. Как правильно сказал Уткин, государство не должно лезть в постель своих граждан. Просто очень это хочется посмотреть, что там происходит, очень нравится. Суверенная сексуальность, надо управлять ей. Всем надо в этом государстве управлять. В продолжение про наших этих идиотов-депутатов, не просто депутаты, депутаты, это вообще вице-спикер. Вице-спикер нашей Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Яровая, акобешенный принтер, да. Было там заседание, потому что после вторжения в Украину там, естественно, нашли какие-то биолаборатории, где разрабатывался коронавирус, где там птицы, там что-то, гуси-лебеди зараженные летали. В общем, все вот это вот. И они тут сказали, что они, значит, нашли какую-то биолабораторию, в которой из украинских солдат, значит, какое-то там что-то им вкалывали, чтобы нейтрализовать в них следы человеческого сознания и превратить их в жесточайших и смертоносных чудовищ. Это когда ты пересмотрел Марвела, просто капитально пересмотрел. И такой, это же правда, капитан Америка, он же вот, прыгает. Или «Универсальный солдат», тоже хороший фильм с Ван Даммом, Дольфом Лонгреном. Слушай, а у них же власть зачем на поездка запущена, что там нацисты, денацификация. Нацисты устраивали опыты над людьми. Значит, и тут эту темку надо как-то продолжать. Только вроде как уже главнокомандующий сказал, что у нас вообще-то там не задача денацифицировать, а исторические вещи творить, как Петр Первый земли объединять. А Яровая и компания все этот камешек, как тизиф, толкают, в горы толкают. Его, значит, стало быть, а что там нацисты? А значит, у этих тоже должно быть украинцев какой-то там опыт над людьми. Ну, пожалуйста, и вот все, в общую копилочку закинули эту темку. Бред, конечно, но ты же сам тут, по-моему, писал, что по Геббельсу чем тупее ложь, тем больше в нее поверят. У некоторых украинских солдат говорят, отсюда когти вылезают в бою. Такие вот новости. Плюс девяти градусов. Да, удост, удост. Блин. В общем, я-то действительно считаю, что они-то говорят, потому что они действительно в это верят. Не то, чтобы они какие-то типа выдумывают. Мне действительно кажется, что они в это верят, потому что нельзя несколько лет об этом говорить, говорить, говорить и просто уже самому в это не поверить, то, что ты говоришь. Мне кажется, что это вот так. Ну, и мы вернемся к такой уже неважной теме, о которой мы очень много говорили последние полтора года. Вот, ну вот, коронавирус, кто помнит? Ну, есть у нас в кадре новостячок, который на сайте Кросспотребнадзора заходит и знает, что в Сковской области, например, заражаемость этим ковидом уже подрастает. Ну, подрастает. Уже сколько раз это все? Росло, росло. Вот это, помнишь, этот омикрон был? Я, по-моему, даже болел омикроном в прошлой жизни. Это, по-моему, в январе было. Этого года причем в январе. Но это было действительно как в прошлой жизни. Вот, потом был какой-то стелс омикрон. Теперь новый нашли, кентавр. А-а-а, а я думал, сова. Ну, как, не нашли, а вот в Индии вот появился кентавр. Кстати, придумал название какой-то чувак из Твиттера. Потому что ученые так сказали, мы пока его изучаем, мы не будем. А, раз вы название придумали, то я предложу название. И предложу название Центаврус. Это типа в небе эти звезды, как это, созвездия Центаврус. А на русский кентавр. Да, блин, я только это обезьянье, о, спой, не испугал побояться нормально. Уже кентавр прискакал, Паш. Что с этим инфекционным зоопарком-то происходит? Где там надзиратель? Я уже просто не знаю. Ты волосы скорее красить, потому что, может, не придется тебе больше волосы красить. Кругом эти скачи, да, кентавры и все такое прочее. Кстати говоря, про, ну, как и про омикрон, про этот, говорят, что типа он практически не вызывает пневмонию, проходит в легкой форме, просто заражает. Верхние дыхательные пути, да. Да, гораздо сильнее заражает. Ну, хотя ВОЗ снова требует ввести масочный режим. Хотя, блин, сейчас, мне кажется, в любой стране, сейчас же почти везде отменили, да? Сейчас в любой стране введи, будут массовые беспорядки. Ну, не знаю. Ну, говорю, он уже такой вроде, как ты только сказал, он вроде не очень... Он, конечно, обходит в иммунную защиту очень умело, но он вроде как по части пневмонии не очень опасен. Но в масках мы еще походим, мне кажется. Вернемся к этой теме. Я человек, который сделал себе три разных вакцины. Ставить, ставить, точно нужно ставить, срочно, однозначно, стопудово, всем вакцину нужно ставить. Так, спутник, спутник, лайк, файзер. Да, мне когти вырастают. Но это не важно, потом покажем. Вот, я думаю, что, ну, хватит уже. Как этот кентавр обойти в мою иммунную защиту? У меня три разных, там просто все перекрестные. Там эти все эти, даже эти стрелы. Там ежи расставлены, там не проскочить. Нельзя уже, хватит. А тут все равно не говорят, кентавр обойдет. А что это такое? Зачем мне это количество? Ну, сколько можно? Да, вот такая история. Забыли о коронавирусе, да вот вспомнили. Честно говоря, когда был коронавирус, давай вспомним, ну, блин, благодатное было время. Пока на расслабоне, на Чиле. Коронавирус. Кажется, странно это говорить, но... Проблема, проблема была, блин, коронавирус была проблема. Не война, а коронавирус. Особенно, когда там уже были всякие там эти омикроны, которые там уже почти не вызывали смертельных исходов. Да, ну, там, вот я, допустим, я не делал этот тест, но мне кажется, что практически на 100% я переболел этим омикрона, потому что как раз он только, ну, там, пришел в область, и у меня там была всякая температура, там, кашель, ну, вот. Так что... Ну, ничего, видишь, можешь этим и кентавром переболеть, а он, вроде как, очень опасный, пока говорят. Может быть, это вообще слово кент, дружеский такой, коронавирус. Кент. Какие у нас кенты-то? Переехали в Латвию. Кентавром, у него кент. Так что, вот, пишите, пишите комментарии, пишите, что вы думаете. Вот, Владимир Славович считает, что надо отпустить, отпустить Псковича, который в Эстонии содержится под стражей. Вот что вы думаете по этому поводу? Как вы к теннисотность вообще, Касаткина? Как там с этим, с биологическим оружием, у нас же дела обстоят в Украине? Потому что тут в одном пропагандистском паблике читал, что, значит, это белоружие ударило и по Зеленскому. Ударило, оно ударило по Яровой уже, на самом деле. Вот в чем проблема. Знаешь, как они это выяснили, что по Зеленскому ударило? Потому что у него были какие-то, у нас в какой-то встрече, признаки психического расстройства и эмоциональной какой-то вот там, ну, несостоятельности, так ее назовем. Блин, его страну бомбят. Какая вам-то нужна эмоциональная стабильность, блин? Да, ну, если просто прийти на любое выступление, там, это Яровой, то, в принципе, можно найти эти же самые симптомы. Вспомнил, вот, как она ходила поздно, ты не помнишь, там, году где-то в 13-м? Я смотрел, но уже слабо помню, что она... Когда он в конце вопрос Никита просто спросил у него, вы могли бы расстрелять человека? Она сказала, нет. Он говорит, точно? Да. Вот, короче, перед комментарием ставьте лайки, подписывайтесь. Нам нужно еще 14, 14 или 14, и будет 500 вас подписчиков. Но мы не отстанем, мы будем дальше клянчить, клянчилы такие, конечно, и будем к тысяче уже подбираться. Это бриллиантовая пятисотка, нам нужна она, давайте, подписывайтесь. Мы вас всех любим, ценим, на связи, всего доброго. Пока. Камеру вырубай...